здравствуйте в эфире день с толком студия анастасия дороган и вот главные темы выпуска молодой воин активирован в барнауле начали обучать военной подготовки ущерб от прорыва дамбы в шалоболихе подсчитывают власти но жители волнует вопрос перевозки с одного берега на другой что конкретно возмущает людей вся семья погибла в пожаре в чем причина трагедии в рубцовском районе шалоболихе подсчитывает ущерб от прорыва дамбы прорвало ее в выходные пострадавших нет потопленных участков тоже но из-за прорыва дамбы и обрушения моста нарушено транспортное сообщение в райцентре власти оперативно пообещали людям организовать автобусные рейсы из одной части тела в другую где расположена больница школа работа общественный транспорт должен ходить каждый час но по словам людей рейсы совершают всего трижды в день такой график подписанный главой района был опубликован в телеграм-канале шалоболихинского района 5 октября в день прорыва дамбы когда в воскресенье выходные дни была здесь администрация вся из барнаула это всюду они составили график работы автобуса который будет возить по трассе ну там немножко подальше по трассе каждых 40 минут сегодня вот мы пришли на 10 20 на автобус он не пошел не пошел он это какой шофер здесь как вот на машине поехал говорит не ждите в 9 не было автобуса вы хотите чтобы интервал был все-таки там 40 минут в час наверное да вот оптимально хотя бы в час пусть он будет платный ну пусть они пустят его авто шоферу неудобно как сказали ну это же не наша вина что дамбу прорвало это же не наша вина что мост снесло по словам женщины сейчас бесплатно автобус ходит утром в обед и вечером на такое расписание вызывает неудобства объясняет жительница чтобы не ждать несколько часов приходится пользоваться такси а цены на эту услугу взлетели однако уже сегодня администрация шалоболихинского района опубликовала скорректированный график в нем четыре рейса муниципального маршрута а также два коммерческих в 11 и 13 40 подчеркнем что люди жалуются уже сейчас чтобы сразу наладить работу общественного транспорта жители уверены что дорогу вряд ли сделают в этом году тем не менее власти обещают восстановить дамбу самое ближайшее время в администрации района намерены на этой неделе произвести расчет работ и составить смету а теперь о происшествии в котором погибла семья из трех человек это случилось из-за пожара в селе самар коррупцовского района главе семьи было 43 года его супруги 37 а дочери 15 лет пожар в частном доме произошел этой ночью по предварительной информации возгорание началось соседней пристройки а затем пламя перекинулось на дом следователи устанавливают все причины трагедии возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам по предварительным данным возможный очаг возгорания расположен в бане пристроены к дому которая была затоплена незадолго до трагедии следователями следственного комитета проведен осмотр места происшествия назначены судебно-медицинские экспертизы а также пожаротехническая для установления точной причины и источника возгорания бывший глава администрации города змеиногорска признан виновным в халатности которая повлекла причинение особо крупного ущерба установлено что евгений кузнецов не организовал своевременную уборку и отжиг сухой растительности и это при пожарной опасности четвертого класса по этой причине в октябре 22 года в заменогорске произошел пожар который распространился на жилые дома ущерб причиненной 20 потерпевшим превысил 8 миллионов рублей кузнецову назначили 360 часов обязательных работ также у евгения кузнецова теперь есть ограничение по деятельности на муниципальной службе сроком на один год и шесть месяцев к другим темам барнауле начали обучать военной подготовки самопомощи правилам обращения с оружием захвату позиций противника и не только все эти знания получат участники проекта молодой воин наша съемочная группа узнала подробности эти люди из разных сфер но теперь каждый из них молодой воин так называется и проект который накануне стартовал в барнауле в нем участвуют те кому предстоит служба вооруженных силах и просто те кому интересна военная подготовка занятия будут проходить с октября по декабрь на базе центра специальной подготовки сергея кузнецова в центре будут обучать тактической медицине как помочь себе и товарищем будут и выезды на стрельбище ученики узнают как обращаться с оружием пулеметами автоматами гранатами то есть перемещаться стрелять и кидать гранаты а также тактическим действием стрелка штурмовика то есть действие по захвату позиции противника штурмовым режимом проект реализует управление молодежной политики края совместно с региональным отделением организации военных инвалидов воин в прошлом году проект был пилотный набирали 10 человек в этом уже 20 хотя желающих было гораздо больше отбор прошла даже девушка у нас был критерий это молодые люди от 18 до 35 лет и в этом году мы хотели еще чтобы целевой аудитории были именно люди которые могут свои знания передать другим то есть руководители военно-патриотических клубов либо активисты которые могли бы этим знанием затем поделиться с товарищами кстати участники сво отмечают на поле боя очень не хватает такой подготовки там делается все очень быстро и бойцам приходится учиться на ходу при этом таких жизненно важных знаний не хватает и на гражданке как бы ребенок ссср так скажем воспитанник любой женщине моего возраста если дать автомат калашникова она не просто его разберется берет еще стрельнет и еще и попадет потому что у нас отметки за это ставили вот то бишь нвп было девочек учили медицине не тактической а просто медицине возможно такие занятия как раз и помогут наверстать молодому поколению упущенное то что пригодится не только на поле боя но и в мирной жизни ирина корчагина алексей фризин день с толком барнаул стал лидером среди городов сибири по экономическому развитию за последние пять лет эксперты проанализировали как города россии восстанавливаются после пандемии и санкций в сибири лидерами стали барнаул горноалтайск и томск учитывались показатели производства розничной торговли общественного питания платных услуг средних зарплат и не только слово почти везде просел объем платных услуг эксперты считают это связано с пандемией и в целом зависит от платежеспособности россиян эффект синергии как укрепить связи между учебными заведениями и фармацевтическими компаниями и подготовить высококвалифицированные кадры для отрасли обсудили участники совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений в рамках экскурсии на бийское предприятие эвалар в этом году более 40 руководителей профильных вузов россии белоруссии узбекистана и азербайджана встретились в барнауле а до старта основной программы руководители медицинских вузов побывали в бийске чтобы лично ознакомиться с работой одного из крупнейших российских фарм предприятий подробности в нашем следующем сюжете обвиняться опытом обсудить вопросы подготовки кадров для фарма отрасли и оценить потенциальные возможности сотрудничества с производителем лекарств на производстве эвалар организовали экскурсию для руководителей медицинских и фармацевтических вузов страны образуется грамма за счет взаимодействия потом они высушиваются и выгружаются вот через калибровочную мельницу емкость дальше понаблюдать за изготовлением растительных лекарственных средств в рамках технологии полного цикла посетить лаборатории где осуществляется контроль качества сырья и готовой продукции представители научного сообщества с интересом погружались производственный процесс и задавали вопросы необходимость в сотрудничестве обоюдная существует потребность высоко квалифицированных кадрах потому что мы используем передовое самое современное оборудование все наши технологические процессы сертифицированы соответствии передовым мировым стандартам качества поэтому у нас есть высокая потребность в кадрах сотрудничество ведем с вузами по вопросам профориентации студентов и подготовке кадров для современных фармацевтических производств визит на предприятие состоялся в рамках совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений мероприятие собрало более 40 руководителей профильных вузов россии белоруссии узбекистана азербайджана в этом году совет приурочен к 70-летию алтайского государственного медицинского университета это очень значимое событие для и нашего вуза и нашего региона достаточно сказать что заседание вот этой ассоциации совета ректоров россии под за уралом на вообще проводится впервые в основном эти заседания проводятся в центральной россии ну и вот в рамках комплекса этих мероприятий нами совместно с компанией валар организована экскурсия на предприятие на производство для того чтобы ознакомиться с современными возможностями промышленности фармацевтической алтайский фарма кластер сейчас активно развивается бийская компания является одним из наиболее динамично растущих фармацевтических предприятий стране которая делает ставку на внедрение современных технологий и автоматизацию всех процессов российские вузы готовы пополнить отрасль новыми кадрами но сегодня министерство здравоохранения российской федерации нам ставят задачи быть производителем не только нового медицинского знания новых молекул но и но или новых звеньев патогенеза но и конкретного продукта конечно у нас у всех есть фармацевтические факультеты и мы крайне заинтересованы чтобы наши студенты и практику могли проходить и базовые кафедры открывались промышленной информации потому что для того чтобы студент стал новым разработчиком лекарственных веществ лекарственных препаратов или лекарственных субстанций он должен конечно и видеть это все и проходить практику в ходе экскурсии гостям рассказали и о реализуемой в компании программе импортозамещения предприятие подключилась к стратегии развития фармацевтической промышленности согласно которой 2030 году более половины лекарственных средств стране будут отечественными решение такой амбициозной задачи напрямую зависит от синергии науки и бизнеса олеся бедрева кристина чернова сергей бертман день с толком барнауле скончалась работница пекарни которая ранее отравилась парами сероводорода на производстве напомним на прошлой неделе на одном из предприятий двое рабочих надышались вредными веществами примечательно что там производят мучные изделия сотрудников цеха госпитализировали в тяжелом состоянии накануне стало известно что одна из пострадавших умерла в реанимации по одной из версий ядовитый газ мог попасть в помещение из-за неисправной канализации на данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда на производстве ситуации разбирается следственный комитет и прокуратура региона допрашиваются сотрудники предприятия а также назначены строительные и химические экспертизы когнитивные нарушения потери зрения и мышечной массы главный риск для людей старше 65 лет поставить на паузу ухудшение здоровья можно с помощью питания и умеренного спорта в месячник пожилого человека людей старше 65 приглашают в краевой центр общественного здоровья какую диагностику там можно получить расскажем далее вот здесь приподняли не опираемся дальше здесь уже она ушла потому что здесь пойдет вторая палочка ходить нужно правильно экспресс обучение по скандинавской ходьбе захвативший бабушек и дедушек размах плеча положение руки все чтобы не делать лишних движений и не перегружать корпус пенсионеров увлеченных спортом или любой активностью порой нужно оберегать очень люблю ходить мне надо привязывать потому что я все время бегаю везде дети мне говорят хватит уже сын говорит надо а внучка бабушка остановись я стараюсь утром побольше ищу причины чтобы сходить куда-нибудь вот например сюда сегодня это утро галина провела в краевом центре общественного здоровья в рамках месячника пожилого человека здесь обследуют людей старше 65 лет со всего края замеряют сахар в крови объем легких смотрят на сердечный ритм полтора часа и у пациентов есть полное понимание состояния организма и отдельных органов и даже костей здесь сканирует скелет чтобы определить потерю костной ткани степень разряжения позволяет вот либо остеопения когда есть умеренное снижение еще нет как такого остеопороза либо уже выраженный остеопороз который требует уже непосредственно лечение соответствующим препаратами это все зависит от питания во многом да естественно недостаток кальция это ну чем компенсируется прежде всего молочные продукты пациентам пожилым хотя бы раз году наверняка препараты кальция врачи выделяют следующие риски развития болезни у пожилых пациентов риск первое это когнитивные нарушения снижение памяти внимания риски падения второе это снижение слуха и зрения третье это снижение мышечной силы так называемая саркопения и очень важно это потери костной ткани так называемый остеопороз чтобы обнарушить развитие того или иного заболевания в краевом центре круглогодично принимает пациентов всех возрастов для первичного обследования но в октябре усиленное внимание направлено на пожилых людей в центре ждут всех желающих анастасия дороган дмитрий денисов день с толком педагогу из паловского района в преддверии дня учителя сделали приятный и одновременно полезный подарок ее дом подключили к природному газу насколько это облегчило быт учительницы а также о темпах реализации программы до газификации в крае расскажет валентина аскерова газ запустили оборудование проверили все работает на высшем уровне у жительницы села шахи веры васильевны проворной двойной праздник любимые ученики поздравляют с днем учителя а сотрудники газпрома подключают ее к природному газу довольно всем абсолютно потому что у меня ну во первых это чистота в доме во вторых это горячая вода который можно пользоваться без проблем ну и в третьих наверное тепло самое главное до подключения голубому топливу вера васильевна пользовалась электроприборами неудобно и накладно сегодня сложности позади отличный подарок к дню учителя от газораспределительной организации я как мама сама поэтому я с большим благовением вообще отношусь к педагогам от всей души поздравляю вас с этим праздником примите пожалуйста это красиво большое в селе шахи паловского района программа до газификации реализуются активными темпами с каждым днем все больше и больше домовладений удается подключить голубому топливу в рамках утвержденных плановых показателей в селе шахи уже запроектированы три распределительных газопровода общей протяженностью более четырех километров в составе которых обеспечена техническая возможность для 114 домовладений надо сказать что два объекта уже закончены строительством и введены в эксплуатацию что позволит обеспечить подключение для более 88 домовладений в селе шахи в целом в алтайском крае в рамках до газификации предусмотрено строительство распределительных сетей которые позволят подключить газу свыше 58 тысяч домовладений в программу до газификации попало 107 населенных пунктов жители городов и сел активно подают заявки на подключение к природному газу за подведением голубого топлива в свой дом обратилась уже более 35 тысяч человек валентина аскерова владислав ковалев день с толком суд приступил к рассмотрению последнего убийства так называемого политеховского маньяка речь идет о ксении киргизовой избийском на заседании присутствовал отец погибший по версии следствия ксения киргизова была 11 и последней жертвой маньяка девушка пропала в августе 2000 года последний раз увидели возле главного корпуса политеха позже в калманском районе нашли останки ксении напомним подсудимый виталий манишин ранее работал заместителем главы калманского района известно что суд в ближайшее время начнет допрос свидетелей а их более 50 после начнутся судебные прения большой комплекс с горками тренажерами и качелями появился в микрорайоне затон спортивные игровые площадки подобного плана вскоре установят еще по 8 адресам в центральном районе барнаула что они себя представляют и насколько долгожданна площадка для жителей затона расскажем далее ранее здесь была небольшая спортивная площадка но она скорее приходилось для детей постарше на ней не было подходящих конструкций и дренажеров для малышей сейчас же комплекс включает в себя горки переходы тоннели и качели по периметру вскоре установят ограждения а также лавочки и урны по поручению главы города вячеслава франка на реализацию площадки из городского бюджета выделено 2 миллиона рублей за последние шесть лет в районе построено обустроено реконструировано 28 детских спортивных площадок на это привлечено из бюджета и внебюджетных источников около 30 миллионов рублей на следующий год что радует совместно с жителями с органами тос также подготовлено 8 заявок для участия в конкурсах городского краевого проектов и инициативного бюджетирования для центрального района барнаула такое обновление не впервые только за этот год обустроено 8 детских площадок еще столько же появится в ближайшее время полностью же завершить благоустройство площадки в затоне планируют к середине ноября уже прибегают посмотреть когда же уже открытие моя дочь уже приходила сказала вот полазить интересно повышена каких-то труба и приглянулась качели все нравится все красиво ярко в этом году на территории центрального района барнаула появилось также несколько игровых зон в детских садах и одна в микрорайоне благодатная велодорожку на детской площадке сделали в поселке бельмесева доделали комплекс для игр на пересечении красноармейского и партизанской до конца этого года еще одну площадку установят около многоквартирного дома на улице анатолия все это позволит детям безопасно проводить время и приобщаться к здоровому образу жизни и спорту дмитрий дроздов день с толком а у меня на этом все для вас работает телефон нашей редакции 205 545 через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания эвалар до встречи у меня на этом все для вас работает у меня на этом все для вас работает Продолжение следует...